Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Что целью уголовного преследования за экономические, в том числе налоговые преступления, не является изоляция неплательщика от общества. В первую очередь, оно направлено на восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств. Программа Экономика. Госслужащего подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. На сотрудника одного из областных государственных учреждений заведено уголовное дело. Об этом сообщает Кировское следственное управление. По его данным, факты нарушения закона установили сотрудники УФСБ. По версии следствия, в июле 2009 года была зарегистрирована фирма по техобслуживанию и ремонту транспорта. В 2013 году подозреваемый управлял данной организацией, а позже учредителем и директором назначил свою знакомую. Позже он ушел на госслужбу, но при этом участвовал в управлении компанией. Планировал направление работы, давал указания, помогал ей, используя служебное положение. Согласно уголовному законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Лишь у 8% кировчан не возникает конфликтов на работе. Об этом говорят результаты опроса, который провела служба исследований компании Headhunter. 46% опрошенных заявили, что у них на работе конфликты происходят раз в месяц и реже. 14% работников конфликтуют несколько раз в неделю. Причинами конфликтов обычно служат рабочие вопросы. 9% причиной разногласий назвали бытовые вопросы. 5% – личные взаимоотношения и задержку зарплаты. Большинство участников опроса считают, что конфликтов может помочь избежать уважения коллег друг к другу. Еще 16% говорят, что разногласий не надо пытаться избегать, так как это нормальная часть рабочего процесса. Столько же участников опроса отметили, что проблему может решить организация рабочего пространства. Например, отдельные кабинеты вместо опенспейса. В завершение валютах доллар сегодня стоит 57,02 рубля, евро – 61,96 рубля. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.